Когда регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги только завершался, восточные команды в верхней части таблицы очень не хотели попадать на Хабаровский Амур. И серия Магнитки и Хабаровчан показывает, почему эта серия затягивается. В этой серии мы получили шестой матч. И Амур сегодня попробует делать все, чтобы эта серия не завершилась. Всего. Ну, в составе нету, а в тактическом рисунке все увидите. Как уже неоднократно говорили, игры этой серии складываются действительно напряженно, кость в кость. Вот насколько сегодня цена, велика цена первой заброшенной шайбы? Как вы думаете? Ну, всегда цена первой заброшенной шайбы велика, да. И от нее дальше команда исходит в тактическом рисунке, как раз действует дальше по счету. Ну, Дима Шевченко вернулся, Саша Щемеров пропустит у нас Гуркин сегодня и Кратких. Это вынужденные изменения? Ну, это ротация состава. Дмитрий себя более-менее чувствует хорошо, мы поставили в состав. Сейчас серия вступила в такую решающую стадию, когда каждый матч может стать заключительным. Вот насколько это эмоционально, значимо, да. Как готовились вы к этому лично, как готовилась к этому команда? Ну, я готовился довольно-таки спокойно. Команда то же самое, в рабочем режиме все. Ну, парень понимает всю ответственность этой игры. Так что готово. И один из ключевых защитников Амура сейчас Джонсон бросает из-под Брынцева. И Бобков фиксирует шайбу. Нашел линию. Попадающие в этом звене Александр Брынцев и Евгений Кулик во второй паре заявленных оборовчанами. Хохлачев бросает и попадает в перекладину. Закончили все выступления клуб, а Амур еще продолжает. Бочаров. Передача налево. Бросок низом и фиксирует шайбу Илья Набоков. Еще один опасный бросок Амура. Да, но здесь скорее пресс подстраховал Набокова. Хорошие содержательные броски получились. Николенко сегодняшний именинник бросает и забивает. Вот теперь уже точно с днем рождения Архив. 1-0. В принципе, достаточно легко дали к оборовчане войти в зону и дали возможность сблизиться с Бобковым. Ну и бросок из-под Мищенко, конечно, ну и ювелирнейший по точности. Зернов против Капустина. Шайба у 17-го номера хозяев. Зернов отвечает своим силовым. Слепец. Бросок с пятака Набоков. Опять фиксирует шайбу. Так, как же нашел эту шайбу Слепец? Прямо из-под ног Еременко он наносил. Но Еременко так потерял из виду. Прежде всего, клюшку Слепца. Два капитана. Коржков. Вот он завозит шайбу в зону соперника. Скидка Барулину. Еще одна передача. И Барулин бросает Набоков. Какая классная комбинация прошла у хозяев. Да, и подбор остался только правчанами. Коржков берет паузу. Передача на пятак. Бросок Барулину мог сравнивать. И передача Коржкова. Как же он нашел и как же он исполнил? Набоков не без работы. Еще один бросок по его воротам. Прилетает. Барулин свободен. Передачу получил. Прострелил. Отскок к синей линии. Успевает закрыть зону Брынцев. Барулин за воротами расположился. Бочаров смещается в центр. Бросает. И оно там один Барулин на дальней штанге был. Если бы Бочаров увидел, там до пустых ворот могли разыграть Кабаровчане. Третья пара игроков тоже неподалеку была. Хвачев. Скифа назад. Бродхерст. Пауза. Бродхерст бросает. Набоков задел эту шайбу. Доставили. Коржков. Заворот с неудобной. И шайба где-то в щитках Набокова уже. Но эта шайба не зафиксированная игра. Продолжается. Пока единственная шайба на счету Архипа Николенко. Коробкин. Стоит на месте в одну сторону. В другую. Передача была через пятак. И Металлург перехватывает. Набрасывает. Вперед времени все меньше. Но Амур пытается использовать каждую секунду. Панюков. Он в зоне. Бросок. Небольшой. Рикошет. А вот здесь здорово сыграл Минулин. Он побил клюшку Грецкий. И тот не успел дотянуться. А так мог и завершить эту атаку. Вот теперь раздается сирена. Команды отправляются на перерыв. При счете 1-0 в пользу гостей. Архип Николенко отпраздновал заброшенной шайбой свой день рождения. Банально. Забитого гола не хватает. Но я скажу, что игра хорошая такая. Но для нас понятное дело, что нам уже отступать некуда. Поэтому мы будем идти только вперед. Еще больше натиска и побольше трафика перед воротами. И я думаю, что голы придут. И опять передача за воротом. Грецкий. Барулин. Смена идет по ходу атаки. Первое звено выходит на площадку. Панюков пытается добить. Грецкий. На Гребенкина. Гребенкин вылезает почти на пятак. Передача. Бобков выручает свою команду. И игра продолжается на отложенном штрафе. Карпов. Пауза. Передача. Михайлес простреливает. Попытка замкнуть. Зернов. Бродхерст. Бросок низом. Бобков останавливает Юрова. Мищенко. Да, забирают монтогорцы в середину своей зоны. И периодически выдвигаются на игроков, владеющих шайбу. Кулик набросил. Слишком много игроков перед воротами, чтобы шайба прошла. И опять Кулик бросает. И опять не доходит до Набокова шайба. Сильная передача. Камцеров ее перехватывает. И еще одна перекладина. Даниил Вовченко. Пошла борьба в средней зоне. Бочаров. Бросает в щитки сопернику. Шайба вернулась. Еще один бросок. Набоков отбивает. Оживились трибуны. Трибуны видят атаку своей команды. Балдаев попробовал переиграть Николенко. Наброс защитника. Попытка добавить уже клюшкой. Пришла в прошлой игре. Отличился Дроск. А теперь Магнитогорцы два в одного убегают. Гребенки на Джонсона. Бобков выручает. Именно он бросал. 20 секунд остается. Барулин маячит на пятаке постоянно. Но до него шайба пока не доходит. Но она повторяет. Выход двое против одного от Магнитогорцев. Хотя там и с борьбой все это было. Самый опасный момент в большинстве Амура был создан соперником. Полетел Канцеров и пролетел мимо. Тут получилось Брынцев двоих. Обыграл. Грецкий. В угол. Гиздатуллин вернул Грецкому бросок. И Набоков вытаскивает. Панюков тянет свою клюшку. Но это все уже после того, как вратарь накрыл шайбу. Здесь есть вопрос к детальному мастерству. Передача-то великолепнейшая была. Но бросок прямо в Набокова. Прямо в эмблему. Вот еще раз. Смотри, как Гиздатуллин здорово отдает. Но тут прямо в живот бросок. Получилось, что Юров и Хабаров на одного игрока отвлеклись. И дальняя скамейка. И это выход два в одного. Коржков шайбой. Проходит передача, но нет броска у Барулина. Эта шайба льда коснулась, потом опять подпрыгнула. Барулин сделал все, что мог. Все, что от него зависело. Наброс на ворота. И неприжатая шайба, которую подбирает Даниил Ловченко. В этом. Ну, явно можно считать его открытием. Хабаровчан, Амура в этом сезоне. Действительно, мы при... В первом периоде. Длинная передача. И можно продолжать уже на коротке. Шевченко бросает и забивает. Какой бросок. 1-1. Нужный, крайне необходимый Хабаровску. Да, и вот она эффективность, которой не хватало. Хабаровчан, но здесь Набоков потерял ворота. Тут можно, конечно, говорить про ошибку в Рафанске тоже. Ворота какие-то заколдованные. Примерно та же точка, что и бросок Николенко. Не, ну там было ювелирное падание. А здесь расположился не лучшим образом Набоков. Судей согласен с такой трактовкой. Коржков уже с шайбой в зоне соперника. Передача к воротам. Отскок от Набокова. Прямо на пятак. Это последние секунды второго периода. Дальше сирена. И на перерыв команды уходят при счете 1-1. Данила пропустили гол. Чего не хватило в концовке? Может быть, концентрации или сил? Это сложно сказать. Тренерский штаб разберет, подскажет. Нам главное продолжать играть в наш хоккей. Местами жестко играет Амур. Были ли к этому готовы? И вообще, как вам такая игра? Ну, всю серию они играют жестко. Мы им отвечаем, поэтому тут ничего удивительного нет. Серия затянулась до шестого матча. Вот были психологически готовы к тому, что будет вот так непросто играть с командой, которая заняла восьмое место? Ну, сто процентов. Знаем, какой там тренер и какой он хоккей ставит. Мы не думали, что нам зададут свой 4-0, поэтому сразу настраивались, чтобы будет долгая серия. Но расставились уверенных оборовчане. Ковшков свободен, Мищенко бросает сам, и этот бросок идет в соперника. Гераськин Джонсон, Минулин и Маклюков обороняются. А вот у Барулина передача на пятак. Да, скидку на Бочарова он сейчас сделал. Добавляет ногами, подкидка налево. Бродхерст сразу смещается в центр, оставляет шайбу Дрозгу. И бросок! И до самого Максима дошла. Какая скорость у Бродхерста. Вытянул клюшку и помешал Набокову. У того выброс получился уже в несколько ином направлении. Обошлось все для магнитогорцев. Теперь они сами атакуют. Карпов, шайба на неудобной. Дрозгмыша. Бродхерст. Прямолинейный Карпов сыграл счет. И перед Бродхерстом не было никого. Обыгрывает соперника. Передачу исполняет. Оставлена шайба. Слепец на неудобную. Это еще один пас на Хохлачева. А там Набоков уже без клюшки играл. Зернов в ответной атаке. Да, сейчас если бы Хохлачев завершил бы эту комбинацию, одна из самых красивых шайб была бы. Бросает Зернов. Бродхерст. Бродхерст накрывает шайбу. Укладывает налет Канцерова. Надо ли говорить, что это лучший за всю его карьеру в КХЛ. К моменту Металлурга Гераськин не забивает. Подарил заброшенную шайбу Магнитогорцам. Буквально с линии кругом вбрасывание, с верхней линии, бросал Игорь Гераськин. Не получается атака 3 в 2. Там один игрок покатил на смену. Дроссок. Гол. Забивает Магнитка. Игорь Гераськин направляет шайбу в ближний угол. И выводит Металлург вперед. 2-1. Разочарован тем, что не смог реализовать отличный момент, когда попал в штангу. И вот сейчас мы видим из-под защитника бросок. И все то даже. Под блин шайба залетает Игорю Бабкову. Защитником Амура, Щемеров и Мищенко. Сразу 6 полевых у Амура. Передача на пятак. Это гол. Аликс Бродхер сделает еще 2-2. Амур не был похож на команду, которая была обречена, потому что до конца бились. И по поводу сегодняшней встречи, и даже сейчас. Кто отдает? Шевченко. И Барулин также. Главный игрок пока по этим трем периодам. Битый с Шевченко. И Михалец не успевает помешать Бродхерству. Именно он. Джонсон. В борьбе Грецкий теряет клюшку. Гребенкин подкатывается к воротам. Бросает. И направляет эту шайбу точно в девятку. 3-2. Никита Гребенкин. Как же символично, что именно он завершает эту серию. Да, какие-то фантастические броски в исполнении Хабаровчан. Гребенкин. Да, и что немаловажно, это первая шайба Никиты Гребенкина. Еще раз повторяю, в этом розыгрыше плывов. И какая важная. Джонсон выиграл борьбу в средней зоне. Наложил свою клюшку Вячеславу Грецкому. И дальше ушел в атаку. Пас через борт. Гребенкин из-под защитника. Как же вылетела эта шайба. Ну, как я говорю, сегодня броски на загляденье. Она из-под ног. Какая радость у Разина. Ну, конечно, он переживал, потому что даже по сегодняшней игре... Здравствуйте, спасибо. Сейчас упустушение, подустали за эту серию. Спасибо Хабаровску за такую серию. Спасибо болельщикам Хабаровска и особенно нашим болельщикам, которые до конца верили и помогли нам победить. Видно, что действительно шестой матч серии давался тяжело физически. Вот где брались силы и вообще как чувствуете себя сейчас? Где брались силы? Ну, у нас с эмоциями в коллективе все хорошо. Достали эмоции, это самое основное. А то, что мало сил было под конец, это не важно. Какие слова для вас нашел Андрей Разин после пропущенного гола в перерыве? Давайте мы оставим это в тайне. Ну, ребят, молодчики, да, тяжелая серия. Первый круг всегда тяжелый, да, тем более с перелетами. Вот. И особенно порадовало, да, что не зря я вам все-таки видео показывал. У нас команда все-таки оказалась 99-го года. Приближенная к этому. Молодчики, спасибо. Друзья, давайте запомним эти чувства и эмоции. Это классная была серия. Показали, кто тут сильный духом. Греба Красава. Думаю, архив сегодня заслужил. Днем рождения. Греба Красава. Греба Красава.